Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Собственно, Серёжа, басист этого же коллектива и всех остальных этих вот коллабораций, просто хороший, Владимир. Меня зовут Диман, я отвечаю за звук, за продюсирование какой-то части, себе отвечаю и бывает иногда прикладываю руку к какому-то инструменту. Основа, как именно бэнда, это бас, барабан, это Витя Кук и Мистер Родригес. В основном все композиции наши, ну 60%, если вы слышите барабан и бас, это именно эти ребята. Нас раскидало от конца Южного Подмосковья до Серпухова, собственно, тоже одним из конечных городов Южного Подмосковья. Сама самая система находится в Кременках, вот это уже Калужская область. Потом нас захлестнуло, как правило, несколько городов Турквино и Серпухов. В основном это Московская область Москва. Вот, познакомился с ребятами из Кременок, которые уже там частично базировались в Серпухове, как Дима, например. Ну а с ним как бы мы еще там давным-давно переходили с тяжелой музыкой на более легкую. Догатились до даба. Догатились до даба вот так вот просто. Судьба тяжелая. Это все было в районе, наверное, 13-14 года, когда эти люди как бы попали именно под влияние сан-системы. Начали мы в 12-м и постепенно за год-за два это здесь раскатилось на местности так, что люди собрались вокруг сан-системы и начали делать что-то. Сан-система, как мое мнение, это, если ее перевести на русский язык, это система звука. Система звука именно сделана под определенное звучание, под определенную музыку. То есть это от железа до конструкции колонок, записывание продакшеном музыки. То есть это все, вот эта лота дает такое одно целое. То есть, на мой взгляд, в мире не должно быть никаких систем, вообще никаких систем, кроме звуковой самой системы. Это самая правильная система, и она имеет, наверное, только она, свое существование на этой планете. То есть, ну и, конечно же, цель. Цель ту, которая продвигает именно регги-музыка. Всем известная, за которую борются. То есть, как бы, многие недавно регги внесли в список ЮНЕСКО. Поэтому, о чем тут мы будем говорить? Ну, мое видение, то, что регги-музыка, она именно выделяет такие аспекты нашей жизни, как равноправие, справедливость. Люди в своих текстах, в своей музыке, энергетикой пытаются выдать какую-то свою боль, которая, как бы, отражает вот эту вот всю проблему нашей действительности, находясь в Вавилоне, в городе, с чем мы сталкиваемся, с чем мы боремся. Вот. И эта музыка помогает людям найти какую-то правду. Как говорится, два пути, но одна правда. То есть, вот она позволяет регги-музыка найти тот путь, который именно правильный. Ну, в России происходит это, как и везде. Люди выносят свои самосистемы, допустим, на улице, не обязательно в клуб, а где-то куда-то на улице, и показывают это случайным прохожим. И люди, которые, в принципе, слышали какие-то композиции знаменитые, там, Боба Марли, или какого-то другого знаменитого исполнителя, какой-то другой знаменитый, там, хит, регги, они, когда приходят на самосистему, ну, то есть попадают как-то, не то что приходят, а попали, они подходят и спрашивают о том, что это какой-то ремикс, это или какой-то доплейт на эту знаменитую композицию. Он сам говорит, что это оригинальный первопресс 70-го года, там, Боба Марли, и это вот так должно звучать именно. И он понимает то, что, да, вот саунд-система именно создана еще для того, чтобы правильно показать эту музыку, для чего ее делают, для правильного восприятия нужна по-любому саунд-система. Нырять глубже, а просто вращается так вот. Это одна, как бы, вот, из самых главных таких целей саунд-системы, показать людям, для чего это делается. Ну, мы начинали с 50 человек нашей публики, то есть, как бы, и это выросло в район 10 тысяч за 8 лет. То есть, ну, можно сказать, тысяча человек в год. То есть, эти люди, как бы, они все не ходят на мероприятия, понятно, кто как... Ну, 300-400 человек из них, то есть, постоянные люди, которые постоянно влечены в это движение, то есть, они приходят. И эти люди, именно многие, они эту музыку кто-то, ну, как бы, слушал, но не так ее слушал много, а кто-то вообще ее не слушал. То есть, именно саунд-система дала людям любовь к этой музыке именно через вот это восприятие нахождения возле звуковой системы, как бы, и... Ну, это как наркотик. То есть, человек, он пришел, и он хочет это повторить. Музыка большая сила. Увеличенная силой самосистемы. И поэтому, как бы, мы видим это и думаем, что это имеет место быть в нашей стране. Как бы, мы видим тенденцию и, как бы, верим в то, что будет людей гораздо больше. То есть, как бы, есть саунд-системы в России. Их пять, которые постоянно занимаются мероприятиями, которые делают. Четыре из них это уже старые саунд-системы, которые уже, там, лет 8-9 делают это. И появляются еще, как бы, молодые саунд-системы, которым, там, три года. Люди давно в музыке, они смотрят на это и, как бы, тоже хотят это. Но 90% людей, которые делают саунд-системы, они уже давно в этой музыке. И таких людей много, которые давно в музыке. И саунд-систем, в принципе, может быть гораздо больше, потому что люди хотят строить саунд-системы. Это из разговоров с людьми. Постоянно пишут, спрашивают какие-то мелочи, какие-то большие вещи. Как, что, то есть люди. Потому что мне у кого особо поинтересоваться у нас в России, вот, что там, пять саунд-систем, как бы. Ну, и можно, как бы, написать, люди пишут и узнают. Вот, ну, есть Facebook, там весь мир. В принципе, наверное, я 90% вычерпал из именно Facebook, то есть информация, которая мне нужна была по саунд-системам. Я ее не искал в России, ни у кого не спрашивал. Мой опыт полностью с Facebook, и это люди не из России. Оборудование, колонки. В этом виде восемь лет, а еще был один вид у нас первоначальный, там, он, наверное, существовал года два, наверное, у нас. То есть это, там, двенадцать, в тринадцатом году мы уже избавились от этого и уже поняли, что надо, и мы сделали так, как надо. Через это многие саунд-системы проходят, то есть люди меняют короба, там, другие виды строения, там, железо также меняют. Это постоянный процесс. Мы, на самом деле, находимся сейчас тоже в процессе, мы не можем сказать, что мы полностью достроили свою саунд-систему. То есть, как бы, каждая саунд-система, в принципе, десять лет строится. Если к этому приложить усилия, то через десять лет, в принципе, если люди нормально, правильно занимались этим делом, то будет уже какой-то эффект. Это, ну, по крайней мере, моя отслежка всех саунд-систем, в принципе, в мире. Вот так вот, как развиваться саунд-система, десять лет, это прям такой трамплин для саунд-системы, который, через десять лет, в принципе, звук уже устоявшийся у саунд-системы. Ну, на тот момент, когда мы это делали, здесь не было этого в России, как бы, и хотелось показать это, и, как бы, двигать это. В принципе, мы делали благотворительные, можно так назвать, туры. Мы вкладывали свои деньги и ездили по городам России, как бы, и показывали, что это. Лично для меня это, как бы, какое-то сподвижничество, какое-то, то есть я не жду от этого, как бы, какой-то отдачи, именно, какой-то денежной, как бы, для меня. Это не бизнес, как бы, то есть вот эти колонки, да. Одно другому не мешает развитие, да, саунд-системы. Мы работали в прокате, на свадьбах, на... То есть, как бы, не этой музыкой. Но, саунд-система сама себя бывает, одевает, она себе докупает что-то, да. это 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 есть как бы но в основном цель именно этого всего это не деньги именно то что несет в себе ради музыка то есть раскрытие этого потенциала то есть полностью на все сто процентов чтобы человек это понял проникся и как бы может быть жил в этом развитие то есть в развитии самосистемной культуры это главное то что человек жил в этом построил сам систему и был нашим братом или сестрой как бы он был рядом и то есть и говорит они человек когда мы едины непобедимы напрямую так как ради музыка да она зародилась на ямайке и сразу же надо было ее воспроизводить и до на тот момент в моно это было на скорой урок стади музыка потом коксом дот по моему там запустил 1 ростоманов студию до этого ростоман вообще студии не напускали как бы ну такая есть версия по моему и как бы ради музыка вошла на самом системы то есть у кокса было не было ни одна сам система поймаете кто-то забыл во время какой-то сам системы дискотеки включить частоты вокала и потом появился практически да то есть кинк таби все остальные то есть они уже паяли сам системы именно распаяние сам систем там просто берется звучит обан прописывается на пленку это режется это ну запускается через механизм и получается то есть аналоговый такой делай который пленкой ездит вас пишется с перегрузом на пленку первая в мире автоматизация кстати но ринг таби точно интересно это следующий этап развития сам системной культуры то есть а кик таби он много что сделал то есть как бы именно для звучания то есть он внес в это какую-то мистику и то есть построил на на первые свои колонки вот эти вот скупы его первыми я бы сказал что это первый в мире элемент sound design то что на то что устоялось временами до сих пор идет с нами это вот уже идет анген кинг-таби и реги ответственно за то что сейчас происходит в мире современной музыки потому что даже если послушать музыку я не очень большой на звезда эстрады годов 80-х 90-х есть даже песни если не ошибаюсь анжелики ворон который так называется вавилон на моей памяти у пугачевой 2 ридима которая нас воровал с ямайки жанна агузарова играть не обязательно стафарианство я считаю вам вот к этому мы относимся нормально джо лиф я как-то замедлил скаталайца да нет изначально прибавлял скаталайцем ска все дела потом ска второй волны рак стади знакомился с ребятами у них был ска на тот момент и знал как в кингтабе на тот момент какой-то момент произошел произошел большой такой навал ради музыки скопилась большая коллекция и наверное это вдохновило послушать это все нормально звуки как это должно быть наверно боб марли в 2000 наверное первом году я взял на носу первый диск по марли но до этого я слушал как браги но так на чтоб купил именно что-то я и мне что именно я хотел купить это вот был диск да я помню на рынке с этого момента как бы я начал покупать музыку и потом винил и коллекция это вся то есть как бы ее хотелось где-то играть как бы были маленькие колонки потом больше 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 так все выросло больше музыку однозначно потому что сейчас когда его слушаю музыку я естественно прочитываю то есть пробую мы прошли этот момент и теперь у нас много музыки теперь теперь да сейчас накопилось но в тот момент до хотелось прям больше музыки а на данный момент уже все да как бы мы знаем что мы хотим что мы играем как вы должны звучать что мы тоже все послушали поняли для себя какие-то стандарты какие-то каноны то есть этой музыки сейчас даже уже на пытаемся сделать что-то свое даже на кроме все внести что-то свое в эту музыку строить на только строите никаких советов как бы люди есть пишите на facebook вконтакте всем нам поможет чем можно больше общаетесь с другими людьми люди все открыты и все как бы стаки свободны в этом они понимают о чем речь идет как бы что нужна помощь как бы и главное не тупить не лениться не дали не лениться и самое главное относитесь к своему делу как своему делу это же ваше тело вы же делаете его понимаете не просто так тратите время то есть россии пока посоветую самым системам не строить ради бизнеса потому что ну это с этого с этой музыки денег не заработать как бы особых а именно ну как бы прокатом сдавать это куда-то там еще другую музыку да это как бы принесет какой-то доход с этой музыки ждать сразу то есть пока ваших денег не стоит еще ищу ищу лет пять-десять один один раз мы были на природе отдыхали просто отдать отдыхали как бы и нам пожаловали люди то есть с оружием начали стрелять колонкам мы думали они стреляют холостыми но на утро когда мы обнаружили дыры и пули посмотреть в саунде то есть мы поняли что этих людей надо призывать к ответственности потому что как бы как музыка вам не мешает вызывайте милицию полицию и как бы разбирайтесь то есть это был местный депутат который бы баллотировался на пост мэр города это был человека которого которого собственно охот хозяйства если они понимали что если их как бы но привлекут то соответственно они теряют весь свой бизнес мы собрали все они были видать не трезвые как бы мы собрали все из и разобрались с этим мирно полиции как мы любим от 1 это один из случаев случаев очень много еще более воли прошла за прошлый год вообще у нас тоже история классно было не спрашивали просто стоим тоже будто симму музыку уже выключили привет какие-то братки с соседней деревне просто начинают тупо паковать я сейчас здесь все хочу там все дела и смотрю на задние сиденья там реально какой-то что-то типа пистолет или какого-то автомата лежит выгибать вообще вот это дела были кинг-таби кинг-таби принц фатти естественно спенсер дам спенсер и транс хилл вот эти вот ребята ноги в принципе у всей электронной музыки раз дабы это как бы всегда ясно было видно как день в итоге просто очень много элементов которые как бы заимствованы были другие стили музыки как минимум слабая доля она в принципе вообще как бы является таким элементом который без него как бы не будет человек делать вот такие движения разгибания спины просто в принципе ты вот это как пружина которая заставляет его качаться синкопа в шестнадцатую долю заставить согнуться в локте понимаете это только бас делает то гитара делает бочка именно на раз два третью долю раз два третью долю это всегда как бы заставляет как бы приседать и танцевать собственно вот весь вся магия как ну конечно на воздухе тоже полезнее за здоровый образ жизни и вам спасибо